МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субботником быть! Надо оперативно отработать 23 апреля, получается, на гору должен быть. У нас в порядке живут. В Пальметьевске стартует экологический двухмесячник. Работа будет контролироваться на земле и с воздуха. Какие задачи поставлены на эту эко-весну? Ставки не зашли. Согласно легенде, денежные средства должны были поступить на счет, потерпевши в течение суток. Жительница Альметьевска захотела вложиться в банк спортивного инвестирования, но попала на уловки мошенников. В главных ролях – дети. Взаинские подвели итоги фестиваля театрального искусства. Кто стал абсолютным победителем? Это новости юго-востока Татарстана. Партнер программы – ПАУ Акбарсбанк. В студии Лилия Селемзянова. Здравствуйте. В апреле стартует экологический двухмесячник. Подготовку и задачи генеральной уборки города и района обсудили в исполкоме Альметьевска. Айнурс Хаков призывал не ждать городского субботника, а начинать уборку на прилегающих территориях уже сейчас. Какого плана санитарной расчистки будут придерживаться в этом году, расскажет Катерина Машенцева. Все, что выходит из-под снега, уже нужно собирать. Не ожидаясь того, что пока у нас снег растает. Пока земля, в принципе, мерзла, и это нужно пройти с руками и все собрать. Указание было адресовано управляющим компаниям, предприятиям города и МУП ГУАТ. Руководитель исполкома призвал не ждать городского субботника и начинать уборку прилегающих территорий уже сейчас. Был разработан план по санитарной расчистке территорий города и района, в котором учреждения закреплены по своим зонам. В каждой службе были озвучены задачи. Управляющим компаниям необходимо завершить вывоз ранее складированного снега на внутриквартальных территориях, провести работы по выращению снега, организовать работу по уборке от мусора дворовых территорий, привести в нормативное состояние территории контейнерных площадок, ремонт и восстановление фасадов домов. Зато сами остается уборка зеленых зон. Обратил внимание директор департамента экологии и на покраску деревьев и бордюров. В этом году такая работа производиться не будет. Альмитинский водоканал и тепловые сети обязали провести благоустройство территорий после проведения земляных работ, привести в норму котельные, колодцы и тепловые камеры. В зоне ответственности дорожных служб уборка проезжей части и обочин, мойка остановочных павильонов и скамеек, нанесение разметки. В период двухмесячника прием мусора на полигоны будет производиться безвозмездно. У нас в предыдущие годы были проблемы, что у нас колонны там образовывались. Нужно пересмотреть прием мусора. Вторые ворота откройте, чтобы машины по два часа не проставили. Надо оперативно отработать 23 апреля. Получается, город должен быть у нас в порядке. Полностью очищен. Вывоз мусора будет производиться совместно с департаментом экологии. Для этого городским службам нужно подать заявку. В зале присутствовали главы поселений, которые обратились к руководству с вопросами. Кузайкин, например, и другие получили только 50% количества пластиковых контейнеров. А что были до этого металлические контейнеры, им уже более 15 лет, то есть они уже пришли не годно, сгнили, их уже практически нет. Вот, прошу этот вопрос записать и проработать. Также просили наладить графиковые вазы мусора с контейнерных площадок сельских поселений. Ну, когда бункера полные, эта змейка из этих пакетов, мусорных пакетов, она начинает расти. С решением обещали помочь и в свою очередь поручили ликвидировать места незаконного складирования мусора, организовать уборку бункерных площадок, расчистку и покраску на родниках. Вся работа будет контролироваться на земле и с воздуха. На протяжении всего двухмесячника экологическими службами будут проводиться рейды по внутриквартальным территориям и району в целом. Состоятся традиционные облеты на вертолете с участием замминистра по экологии. Также совместно с управлением МЧСФТ по Альметьевскому району будут проводиться рейды по выявлению факторов сжигания отходов ботвы и листвы на территории города и района. Шесть лет Альметьевский район становился образцовым по итогам экологических двухмесячников. За такой результат поблагодарил недавно назначенный начальник территориального управления Министерства экологии. Приведение нашей территории в благоприятное состояние. И, конечно, спасибо за ту работу, которую вы ежегодно проделываете. Это большая работа, ответственная. Экологический двухмесячник начнется уже завтра, 1 апреля, и продлится по 31 мая. Первый городской субботник пройдет 23 апреля. Второй состоится 14 мая. Катерина Машинцева, Нурзалятов, Новость Юго-Востока. Татарстанцы смогут выбрать общественные пространства и дворовые территории для благоустройства в следующем году. Голосование начнется 15 апреля и продлится до 30 мая. В прошлом году отдали голос в онлайн-формате 170 тысяч жителей республики. Напомним, что дворы будут обновляться по республиканской программе «Наш двор», а общественные пространства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Со списком дворов, которые благоустроят в 2022 году, можно ознакомиться на сайте двор.татар, общественных пространств, парк.татар. С 1 апреля увеличится социальная пенсия. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин в марте этого года. Речь идет о пенсиях тех граждан, которые не выработали достаточный трудовой стаж для получения страховой пенсии. Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Она проводится ежегодно с учетом увеличения прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Отмечается, что на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 33 миллиардов рублей до конца года. В Ольметьевском районе в селе Кузайкино произошел наезд на ребенка. По предварительным данным автоинспектора, водитель за рулем автобуса ПАЗ не выбрал безопасную скорость и сбил 8-летнего ребенка. Мальчик, в свою очередь, переходил дорогу в неположенном месте и не убедился в отсутствии приближающегося транспорта. В результате ДТП пешехода с полученными травмами доставили в реанимацию медсанчасти. Хотела заработать на спортивных ставках, но попалась на уловки мошенников. В Ольметьевский отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что лишилась более 60 тысяч рублей. Подробнее расскажем далее. В полицию обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что в одном из пабликов подписалась на профиль незнакомца. На своей странице он предлагал вложиться в банк спортивного инвестирования и получить денежный выигрыш с помощью ставок на спорт. В ходе переписки выяснилось, что мужчина владеет инсайдерской информацией о конкретном матче и готов делиться выигрышем. Стартовая цена от 10 до 30 тысяч рублей. Потерпевшая начала общаться с помощью смс-сообщений с администратором профиля и совершила ставку, переведя 30 тысяч рублей на указанный счет. В тот же день злоумышленник отправил ей скрин о том, что ставка выиграна. Сумма составляет 56 тысяч 888 рублей и предложил рискнуть еще раз. Заявительница решилась на очередную ставку и внесла необходимую сумму. После этого аферист написал ей о крупном выигрыше и прислал ей скрин о переводе на ее карту 150 тысяч рублей. Согласно легенде, денежные средства должны были поступить на счет потерпевшей в течение суток. Не дождавшись денег, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 64 тысячи 500 рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Лиса Новзалова, Новости Юго-Востока. А теперь данные по коронавирусу. У 270 жителей Татарстана за минувшие сутки подтвердился ковид-19. Из негоспитализировано 52 человека. Среди заболевших 76 детей. На юго-востоке Татарстана 32 новых случаи. 11 новых фактов заражения ковид-19 в Бугульминском районе, 6 в Лениногорском, по 4 в Ольметьевском и Зайнском, 3 в Ознакаевском, 2 в Сармановском и по 1 в Бавлинском и Ютазинском районах. Правительство на полгода продлило уплату налога по упрощенной системе для ИП и организации ряда отраслей экономики. За этот период бизнесмены смогут оплатить налоги за 2021 год и первый квартал текущего. Постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустином, опубликовано на сайте Кабмина. Продление сроков уплаты налога по упрощенке касается индивидуальных предпринимателей и предприятий, занимающихся деревообработкой, производством лекарственных препаратов, компьютеров и электронных средств, транспорта, продуктов, одежды, бумаги и ряда других товаров. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте almetis.ru.ru Вы можете поделиться с нами интересными новостями, сообщить о своих проблемах, а также прислать видео с мест событий и происшествий. Сделать это можно как по номеру WhatsApp, так и через любые соцсети. Мы продолжаем выпуск и вот о чем расскажем далее. В главных ролях дети. В Заянске подвели итоги фестиваля театрального искусства. Кто стал абсолютным победителем? Солнечные орлы дома. Алтын и Алтынай вернулись в свое гнездо после зимовки. С каким непрошенным гостем пришлось столкнуться главе семейства? В Альметьевский район вернулась пара солнечных орлов после зимовки. Сначала в объектив камеры попал незнакомый самец, которого назвали Амиром, а потом и Алтынай. Спустя пару дней вернулся Алтын, который заявил о своих правах. И непрошенному гостю пришлось отступить. Напомним, что за гнездом зрители наблюдает второй год. В прошлом году у пары вылупились два птенца – Айдар и Айгуль. Самца, к сожалению, нашли погибшим. По словам специалистов, пока из-за сильного ветра орлов редко можно увидеть в объективе камеры. Онлайн-наблюдение транслируется на Ютубе и ВКонтакте. Киар-код для перехода вы видите на экране. Дети – главные артисты. В Заинске прошел финал фестиваля театрального искусства. Кто стал победителем, смотрите далее. Всемирному дню театра посвятили мероприятие в Центральной библиотеке имени Субуха Рафикова. Здесь состоялось подведение итогов фестиваля театрального искусства. Участниками стали коллективы сельских библиотек района. Каждый коллектив должен был выбрать номинацию для участия. Теневой театр, настольный, пальчиковый. Цель нашего конкурса – это привить любовь к нашим сказкам, к книге. Чтобы дети больше читали, не сидели в компьютерах на телефоне, а именно читали книги, сказки. Главными артистами театрального фестиваля стали дети. В каждой библиотеке подготовили по две театральных постановки. В общей сложности театральным искусством были охвачены 215 детей из Заинских сел. А это 61 представление в 28 сельских библиотеках. У нас участвовали в наших конкурсах и дошкольники, и учащиеся, и даже взрослые. Потому что когда дети показывают кукольный театр или пальчиковый театр, и взрослые с удовольствием смотрят. Потому что театр – это сказка. Выбрать лучшего, конечно же, было сложно. Настолько профессионально каждый коллектив подошел к постановке. Но конкурс есть конкурс. Жюри присудило три третьих места, два вторых. И абсолютным победителем стал коллектив Верхненалимской сельской библиотеки. С театральной постановкой по произведению Фаата Садриева похвастались. Каждый победитель получил диплом. В качестве подарка – сертификат от филиала Акционерного общества «Татмедиа» «Заинск-Информ» на музыкальное поздравление на радио «Тартип», «Заинск-88-ФМ». Елена Маврина, Ангелина Санникова, Новости Юго-Востока. Студентов и школьников со всей республики собрала научно-практическая конференция имени Шашина. Встреча прошла онлайн. Ребята показывали свои знания по 11 направлениям. Всего было заявлено 160 работ. К защите допустили только 122. Тема продолжена Талия Лакомкина. Уже не первый год Шашинская конференция проводилась на платформе Zoom. Это, с одной стороны, ограничивает живое общение, но с другой – значительно расширяет горизонты и повышает дух соревновательности. В конференции приняли участие школьники и студенты учебных заведений Татарстана. Всего 122 участника. Выявить талантливых ребят и помочь им сориентироваться в направлении научных исследований – основная цель конференции. Работа проходила в 11 секциях. В кругу интересов ребят – самые разные направления. Естество знания, техническое творчество, литература, история, экономика, этнография, информатика, разработка нефтяных и газовых месторождений и многое другое. Наша работа называлась «Кушак». Это детали одежды, национальных костюмов. Мы смотрели на экспонаты Краеведческого музея. Мы встречались с работниками музея и с более старшим поколением, чтобы узнать об «Кушаке» больше, новой информации. Знания школьников оценивали компетентные в своих областях эксперты. В их числе – нефтянники, работники лениногорских предприятий, педагоги. Дети в дальнейшем выбирают то направление, которое будет глубоко ценно как в нашем регионе, так и в комплексе по стране и в мире. По итогам конференции определили лучших из лучших. 10 победителей, 20 призеров и 22 лауреата были отмечены дипломами и сертификатами. Но самое ценное, что получили ребята – это опыт и стимул для дальнейших успехов в изучении наук. Наталья Лакомкина, Новости Юго-Востока. Где находится дрейфующее мусорное пятно площадью полторы миллиона километров и как Том Заки стал миллионером на обычном использовании отходов? Это узнали участники эко-квиза, прошедшего в молодежном центре. На экологической игре побывала и съемочная группа ЮВТ-24. Команда «Дизбит». Команда Альмитинского медицинского колледжа. А также студенты музыкального и физкультурного колледжей, государственного нефтяного института, торгово-экономического техникума и других средних, специальных и высших учебных заведений. Все эти ребята решили посоревноваться в логике и знаниях на тему экологии. На первом этапе эко-квиза всем участникам предстояло устроить разминку для мозгов. Эко-квиз – это обычный стандартный квиз, но он на экологическую тематику, направлен на развитие как раз-таки экологических привычек для молодежи. Организатором экологической игры стало добровольческое движение «Добрый Альмитинск» и волонтеры эко-ячейки «Будет чисто». Всего в игре было семь этапов. Во втором раунде под названием «Грязно по факту» студентам нужно было угадать географию природных мест, которые превратились в скопления мусора. На третьем водное объект, в котором третье будет мусорное плитно. Также ребят ждали математические задачки, своеобразный «Шазам», где нужно угадать звуки животного, прослушав эпизод из мультфильма, и посостязаться во вредной логике. Эко-квиз собрал девять команд. По результатам игры самыми подкованными в экологических вопросах оказались студенты колледжа физической культуры. Второе место за огни, третьими стали учащиеся медицинского колледжа. В Бавлах школьники, воспитанники детских садов и преподаватели представили свои работы на выставке «Весенний звон». Здесь и рисунки, и поделки, посвященные весне. Выставку в Доме школьников организовывают более семи лет. Далее в сюжете. Резида Файзулина – преподаватель школы швейного мастерства Дома школьников. Они вместе со своими воспитанниками ежегодно участвуют в весеннем конкурсе поделок. И этот год не стал исключением. Ежегодно участвуем в конкурсе «Весенний звон». И я, как преподаватель, и мои дети-воспитанницы тоже шьют вот такие вот поделки. Это дерево с птичками, называется «Весна поющая». Красочные рисунки, оригинальные поделки заняли место в фойе Дома школьников. На улице все еще лежит снег, а здесь можно радоваться всем краскам весны. Выставка наша по трем возрастным категориям проходит. Это дошкольники, школьники и педагоги. У каждой возрастной категории есть свои номинации. По словам специалиста, с каждым годом конкурс меняется. Появляются новые номинации. Жюри оценивает новизну, креативность, работ. Желательно, чтобы работы были выполнены из бросового материала. Активное участие в конкурсе приняли также сельские школы и детские сады. Много работ прислали из сел Казальяры, Сыргапова, Новые Чути, Татарский Кандыс и Покровский Урастамак. Результаты конкурса будут объявлены в начале апреля. Айгуль Хусейнова, Артем Артемьев, Новости Юго-Востока. Альметьевцев приглашают на бесплатную серию концертов «Прикоснемся к классике». Выступления будут проходить в течение всего апреля по пятницам в концертном зале молодежного центра. Зрители смогут услышать универсальный оркестр джазово-духовой и эстратной музыки уже в эту пятницу в 6 часов вечера. Также всех желающих приглашают еще на 4 выступления музыкантов. Подробнее расписание вы видите на экране. В Азнакаеве прошел открытый турнир по шахматам на Кубок главы района. В соревнованиях приняли участие сборные команды Тарстана и Башкортостана. Подобный турнир в городе проводится уже во второй раз. Всего участниками состязаний стали 49 шахматистов. Игры проводились в двух залах. Они были разделены по возрастам и полам. На каждую партию отводилось 6 минут и 5 секунд. В Азнакаевском районе особое внимание уделяется развитию шахмат. Во всех школах созданы шахматные зоны. Сегодня такая работа ведется и в детских садах. Идет полномерная работа в разных кружках, в разных секциях. И это уже конкуренция, она всегда признак прогресса. Если у вас будут конкуренции внутри, потом пойдете дальше, все у вас будет хорошо. Партнер программы ПАО Акбарсбанк. Карта Акбарсбанка – платежная система «Мир» для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание до 10% на остаток. Оформите на Акбарс.ру. Телефон 8 800 20 05 303. Карта платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание до 10% на остаток. Кэшбэк рубли или бонусы. Оформите на Акбарс.ру. Ждем новостей, тем для обсуждения и ваших вопросов. Связаться с нами можно через страницы в соцсетях, мессенджерах WhatsApp и Telegram. На сегодня это все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова